В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте. В начале выпуска информация о смертельной аварии, которая произошла этим утром. В Зайльцовском районе Новосибирска нарушительница ПДД попала под колеса автомобиля. 77-летняя пенсионерка решила перейти в шестиполосную проезжую часть улицы Дуси-Ковальчук. До разрешенного пешеходного перехода не пошла. Первые два ряда машин успели затормозить. В третьем ехал водитель ВАЗа. Он не смог вовремя среагировать. В результате ДТП пешеход женщина 1947 года рождения получила травму несовместимой жизни. От удара женщина отлетела в сторону. Приехавшие на место ДТП медики только констатировали смерть человека. Еще один трагичный инцидент произошел накануне вечером. На левом берегу Новосибирска легковушка сбила пешехода. Предварительно виновником ДТП называют водителя Лады. Около 8 часов вечера 55-летний автомобилист ехал по троллейной. Двигался в крайнем правом ряду. На знаке пешеходного перехода внимания не обратил и не затормозил. На разметку в этот момент вышла женщина 1951 года рождения. Ее экстренно госпитализировали, но травмы оказались тяжелыми. Спустя несколько часов она скончалась, не приходя в сознание. Стали известны подробности серьезного дорожного инцидента, который произошел на площади труда. В прошлом выпуске мы рассказывали, как водитель Тойоты ехал по кольцу, не справился с управлением и врезался в столб. Помощь медиков потребовалась 24-летнему водителю и трем его пассажирам. Позже инспекторы установили, что автомобилиста нет прав. Ранее его лишали удостоверения за отказ проходить тест на трезвость. После того, как лихач выйдет из больницы, его ждет административный арест либо штраф 30 тысяч. Другого нарушителя ПДД разыскивают полицейские. В центре Новосибирска водитель Хонды припарковался прямо на газоне и перекрыл трамвайные пути. Из-за него движение общественного транспорта остановилось больше, чем на два часа. На участке собралась колонна вагонов. По словам очевидцев, одна из пассажирок настолько была недовольна остановкой, что решила оставить послание владельцу иномарки. В дежурной части сказали звонить в ГАИ, а инспекторы отказались оформлять ДТП. Житель Новосибирска в социальных сетях рассказал, что его сбила машина. Но правоохранители не сразу приняли у него заявление. Вот председатель наш. Вот эти ворота были... Одна воротина была закрыта. Я ему преградил путь, чтобы он не сбежал от полиции. Он меня сбил. И вот он пытается уехать с места ДТП. По словам автора ролика, за рулем легковушки был председатель СНТ Аэрофлот-1. Водитель не захотел разговаривать со своим соседом. Сел за руль и наехал на него. Пострадавший проехал на капоте около 10 метров и упал на дорогу. Повредил колено и получил ушибы внутренних органов. Сразу же позвонил в полицию. Мужчине пояснили, что нужно вызывать ГИБДД. А приехавшие инспекторы отказались оформлять происшествие. Потому что расценили его как умышленный наезд. После огласки в ситуации все-таки начали разбираться правоохранители. Шла по разметке, но получилось, что нарушила правила. В редакцию нашей программы обратились жители СНТ МИР-2. Оказалось, что пешеходный переход, который уже много лет находится на улице Тюменской, недействительный. Установлен с браком. На том участке постоянно происходят аварии, сбивают людей. Последний инцидент вызвал резонанс. Но реакция последовала весьма странная. Авария произошла на прошлой неделе. На видео можно разглядеть полустертую разметку и знаки перехода. 38-летний водитель Мазды внимания на них не обратил. Он не стал останавливаться и сбил 60-летнюю женщину. В 6.50 она пошла на работу. И получается, как мама рассказывала мне, после того, как уже в больнице она уже клемалась, говорит, одна машина остановилась, черная, вторая машина не остановилась. Пешеходный переход был. Суть в том, что когда ее сбила машина, он подошел к ней и сказал, не вздумай вызывать гаишников, иначе я тебя тут же раздавлю и поеду дальше. Лихач летел на огромной скорости и даже не притормозил перед переходом. Остановился только метров через 20. Пострадавшую экстренно госпитализировали. Она сейчас в больнице, у нее тяжелый перелом. Делать будут операцию. Сломано плечо, сломан локтевой сустав сломанный. Операция сейчас будет стоить 110 тысяч. Единственное, что сейчас делают, это звонят мне в трубку и просто дышат. Дышат, дышат и дышат. За пару месяцев это уже третья серьезная авария на Тюменской. Автомобилисты не обращают внимания на знаки. Чтобы перейти дорогу, людям приходится ждать по несколько минут. На этом видео мужчина стоит у края проезжей части. Мимо проехали больше десятка машин. И ни одна не остановилась. Местные жители неоднократно жаловались в мэрию и администрацию на опасный пешеходный переход. Просили сделать освещение. Установить знаки ограничения скорости или лежачих полицейских. Очередное обращение отправили сразу после аварии. Ответ, мягко говоря, удивил. Пешеходный переход не соответствует ГОСТу. И на следующий день его убрали. Пришли, свелили. Причем у нас дорожные знаки стояли с обоих сторон. В администрации указали, что на участке нет необходимой инфраструктуры, а именно тротуаров. Поэтому и разметки там быть не должно. Жителям посоветовали переходить проезжую часть на пересечении Тюменской и Онекина. Правда, идти туда метров 400 вдоль дороги. Тротуаров, повторю, нет. Парадокс. Обещали, что нас включат на следующий год на благоустройство вот этого пешеходного перехода. А что делать нам до следующего года? Почему несоответствие ГОСТу выявили только сейчас, непонятно. И если перехода на участке быть не должно, как его обслуживала ДО номер 4, тоже не ясно. Рабочие ежегодно обновляли разметку. Обрезали ветки, чтобы не закрывали знаки. Вот здесь вот, я не помню, когда установлен на этой стороне знак был. Но давно уже, я год не скажу. А на той стороне, это что у нас года два или три, да, стоит знак. Где-то так стояло. Путь от СНТ «Мир-2» через парковку торгового центра напрямую ведет к остановке общественного транспорта. Чтобы купить продукты, тоже нужно перейти через дорогу. Ведь в ТЦ единственный поблизости магазин. Вот до аллеи. У них там и лежачие полицейские, и зебра хорошо прорисована. Очень удобно. Видите, он остановился, женщина прошла, машина едет. А у нас здесь почему-то нельзя сделать. Жители не готовы мириться с решением администрации. Этот переход для них необходим. Люди готовы ежедневно отправлять жалобы и даже планируют выйти на митинг. Выбора у них нет. И на сегодня это все дорожные новости. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме «Экстренный НСК». В студии работала Ксения Корзун. Берегите себя и до встречи в эфире ОТС. Телеграме «Экстренный НСК» Базов будем оформлять. Гробрителя» Телеграма «Экстренный НСК» Телеграма «Экстренный НСК» Продолжение следует...